Всем привет! Здесь я готовлю 500 супов. 500. 500. А потом будет еще 500. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня готовим постный суп Шарова. Постный суп Шарова. Запомните, пожалуйста, это название. Редкое название. Ну, действительно, я расскажу короткую историю, но только после заставки. Поехали! С чего начнем? Я буду готовить вот такой замечательной кастрюли. Я ее сразу же ставлю разогреваться на огонь. Я нарезаю лук. Я мелко буду нарезать. Не то чтобы в пыль, не то чтобы в кашу, а так мелко. Вот. Значит, история заключается вот в чем. История заключается в том, что у нас в соседнем магазине делают салат. Какая-то закуска или салат вот с нутом и с морковью. Я начал девчонок допутывать. Ну, продавец, продавщица, говорю, девчонки, а что там это? Что-то еще? Они говорят, ну вот, то-то. Я понимаю, может, думаю, какая-то фишка есть. Он такой простой, понимаете, что я прямо думаю, вот здорово. А если в суп его превратить в постный, да ведь? Давайте попробуем. Вот уже пробуем, можно сказать. Так. Можете натереть на терочке, кстати, морковь. А можете порезать такими приятными кубиками. Ну, еще раз говорю, моркови должно быть много. Это очень, как раз сочетание такое, очень вкусное. Нут, лук и морковь. Итак, томатная паста пошла. Немного, можно поменьше томатной пастой. Смотрите сами. Мне нравится вот так. Кастрюля большая. Так, вот, нарезаем большие на 4 части, ну, маленькие, конечно, на 2. Оп. И начинаем закладывать все в нашу кастрюлю. Сампиньоны будут впитывать влагу, отдавать влагу. То есть начнут участвовать в процессе. Поэтому, чтобы не было сухо, немножко водички подлейте туда, чтобы и паста томатная еще лучше прогрелась. И самое главное, чтобы там было немного воды, которая будет кипеть и обрабатывать шампиньоны, понимаете? Сюда же можно сразу посыпать нашу муку. Вот так вот рассыпать прямо. И все это дружно перемешать. Ну, вот посмотрите, дорогие друзья, какая красота. Вот посмотрите. Все, вот, они начинают работать. Все, мука размешалась в этом соусе прекрасном, вот этом морковном, видите, томатно-морковно-луковом соусе. Очень вкусно. Итак, ну, смотрите, вот сюда весь нут. Я его, можно замочить с вечера и вот таким засыпать. Можно залить и проварить немного. Ну, конечно, быстро он не набухнет, сами понимаете. Вот салат. Вот я вам сейчас могу сказать второе блюдо, которое я беру, да? Ну, то есть, ну, конечно, с поправками, с небольшими. Итак, наши приправы вкусницкие «Шеф Шаров». Переходите, пожалуйста, по ссылке в описании, и там все найдете. И перец. Черный, мой любимый перец. Можно положить, кстати, и карий можно положить, если вы любите карий. И даже хмелицу, да, или можно положить. Можно положить еще чили, кстати. Вот, посмотрите. Сейчас, естественно, все вот это все специи мы прогреем. Закладываем чеснок. Но я хочу вот сейчас заложить чеснок свежий. Прямо вот, прямо в тарелку положить. Кто любит чеснок сюда, пожалуйста, закладывайте чеснок сюда. Тоже все будет очень вкусно и замечательно. Все, прогрели хорошенько. И минут через 5 кипения будем полностью заливать водой и варить уже до готовности. Но 5 минут до этого, пожалуйста, вот так вот все поперемешивайте, прогрейте хорошенько. Вот на таком довольно приличном огне. Так, ну что, заливаем водой. Я прямо кипящей водой заливаю, потому что тут много воды. Все здорово. Посмотрите прямо доверху. Отодвигаю на маленькую комфорочку вот сюда. Делаю самый минимум. И на полчаса, через 20 минут, то есть за 10 минут примерно до готовности, закладываем зелень. Свежий чеснок тоже можно, но можно свежий чеснок, как я уже сказал, положить прямо в тарелку. Проверьте на соль, пожалуйста, вот в данном случае. Ну и все. Встретимся на подаче. Итак, что нам потребовалось для того, чтобы приготовить этот замечательный суп? Потребовался нут. Такой пакетик нута, который продается стандартным. Берите сколько хотите, можете два пакетика взять. Шампиньоны. Растительное масло, можно кукурузное. Укроп, зелень и то, и другое, и вместе, и по отдельности. Немного томатной пасты, лук, гигантская морковь, моркови должно быть много, чеснок, ложка муки, ложка, две ложки муки. Из специй нам потребуется, ну, какая-то специя универсальная, шеф-шаров, для супа, вот в данном случае для салатов и овощей. То есть вот специя любимая, ну, конечно, не для рыбного супа, не надо для рыбного брать, там немножко другая. Вот, ну, все-таки вот такая штука. Ну, и дробленый черный перец. Постный суп Шарова. Встречаем. Напоминаю, что зелень можно положить позже, а можно и туда. Если туда, естественно, то она придаст супу общий вкус. А если не туда, а туда, то есть позже, нарезанную зелень, то вкус будет другой уже. И она будет идти уже, как, как говорится, как некоторое дополнение отдельно стоящее. Все, пошли пробовать. Терпение лопается. Постный суп Шарова. Запомните это название. Очень редкое. Очень вкусно, ребята. Уже. Аромат такой. Вообще бомба. То есть, вот мы когда туда укроп с петрушкой закидали, он превратился в такой ароматный травяной вкус. Если бы мы это не сделали, оно бы было больше нутово-грибной. То есть, вот такие акценты, да. Но отдельная вот тема, это вот морковь в этой во всей пляске, в этом во всем хороводе. Она занимает очень важное местное сочетание нута именно и моркови. Когда будете воспроизводить вот это, тоже подумайте, может быть, не надо огромную морковь, может, побольше. В общем, я думаю, что если вы поститесь, или, может, когда-то будете планировать поститься, или, как этот, помните, герой Быкова-то, в этом, служили два товарища-то, вас с пережору на диету посадят, то вот тогда вы задумаетесь о постных супах, потому что это очень, вообще, очень легко. Легкая еда, это очень легко. Вот. Классное, классное. Давайте подведем итог. Ну что, нужно прежде всего понимать, пост это все-таки, конечно, не в первую очередь еда, а в первую очередь то, чтобы мы не ели друг друга. Это тяжело сделать. Поститься значительно, вот в плане еды, значительно легче. Не осуждать, не ругать, там, не какие-то вот, ну, не завидовать. Все вот эти вот вещи, они очень сложные. Потому что они уже нам так привыкли, что еда уже уходит на третий план. Еда сытная должна быть, конечно, чтобы постоянно не бегать к холодильнику и не было срывов, чтобы опять не начали друг друга жрать. Вот. Сытная, но не так много. Поэтому вот здесь все нормально. Здесь и белок в нуте, здесь и грибы тоже там кое-что есть. Ну, то есть, овощи. То есть, все есть. Для поста самое то. Во, такая штука. Побольше нута положите, вообще будет пушка. Так что я вас поздравляю со всеми настоящими, будущими праздниками поста, кто постится, особенно тех. Ну, желаю вам всего самого лучшего. Держитесь до приятного. Прикинь, я страна, например, Индия. Ну, там, конечно, наверное, я не знаю, там постятся, не постятся, честное слово. Нет, ну, они не едят мясо, ты прикинь. То есть, 95% где-то примерно всего населения Индии, это там полтора, скоро два миллиарда, не ест мясо вообще. И как ни парадоксально, самую вкусную жареную курицу я ел в Индии. А что ты? Они там, знаешь, как стоят, продаются? Они живые продаются. Вот ты хочешь курицу приготовить, она стоит в клетке живая. Живая прям, вот курица бегает. Ты говоришь, вот эту, он тебе берет, я так вот пальцами за башку, хлоп, и в пакет. Она там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и она, и пошел. Я-то видел глазами свои, мы пришли с Ирой там что-то погулять. У нас в обоих такие, ну, мы давно это были, уже там, в начале нулевых. Ну, конечно, мы такие прикололись вообще. Ну, когда стухнет, если 35, представляешь? Поэтому она бегает живая-живая, но уже обреченная. Вообще. Но до, самое главное, до братава, которая там приезжает. Такая раз, тык, все, оп, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok